Немецкий вояж к президентам. Петр Порошенко сегодня в Германии по приглашению канцлера Ангелы Меркель. Переговоры тет-а-тет по данным прислужбы главы государства продолжались около трех часов и проходили в закрытом режиме. Но еще накануне стороны рассказали СМИ об основных темах встречи. Продолжит Татьяна Лагунова. Сегодняшний визит президента Украины в Германию был не похож на все его предыдущие. Во-первых, прилетел президент в выходной день, да и впервые Ангела Меркель принимала Петра Порошенко не в Берлине. Встреча состоялась в гостевой резиденции немецкого правительства во дворце Мезеберг. Канцлер встретила президента на пороге, затем они коротко побеседовались глазу на глаз. Ну и до основной части переговоров сделали заявление для СМИ. Мол, главные темы таковы ситуация на Донбассе, выполнение минских договоренностей и реформы в Украине. Главный вопрос, как мы можем обеспечить и улучшить безопасность на востоке Украины. Ведь безопасность, согласно минским договоренностям, это предпосылка для выполнения дальнейших пунктов, в том числе и политических. Я также расскажу президенту Украины о своей встрече с новым президентом Франции. Эммануэль Макрон готов продолжать минский процесс, а это значит, что нормандский формат будет существовать. Петр Порошенко поблагодарил Германию и Европу за предоставление украинцам безвизового режима и тоже заявил, что не видит альтернативы минским соглашениям, которые должны быть выполнены полностью. Конечно, мы имеем новые реалии, когда российский президент Путин выдав указы, что до визнания фейковых документов российский уряд практически расповсюдил рубльовую зону Российской Федерации на оккупированной территории Украины. Мы имеем конфискацию российской власти активов, которые принадлежат украинской государстве и украинским гражданам на оккупированных территориях. И с урахованием всех этих реалий мы имеем все-таки решительно действовать дальше, чтобы вернуть минский процесс в конструктивное русло. Затем политики удалились на переговоры, ну а члены делегации рассказали журналистам, сегодня они ожидают прорыва в вопросе освобождения заложников. Вот что сказала вице-спикер Верховной Рады Ирина Герасченко. Очевидно, что украинская сторона не полягает на том, чтобы вопрос о извольнении заручников вырешивался как в приоритетном формате Минска. И тут Украина готова до наибольших компромиссов. Как вы знаете, мы провели процедуру верификации тех людей, которые совершили злочины против государства Украины, которые находятся сейчас в пенитенциальных закладах, но не хотят перемещаться на территории Ордо и Орло так называемых. И мы наполягаем на том, что 24 травня, под час наступной встречи в Минске, должен быть поставлена крапка в этом вопросе. Не исключено также, что на встрече может быть достигнута договоренность о встрече лидеров нормандской четверки. Ведь в квартете недавно произошла замена. Францию теперь представляет Эммануэль Макрон. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. А после встречи с канцлером президент посетил бывший концлагерь Загзенхаузен, где почтил память узников. В период 41-го по 45-й здесь находились тысячи украинцев. Среди заключенных были лидер ООН Степан Бандера и поэт Олег Ольжич. В память о жертвах нацизма Порошенко возложил венок у мемориальной доски.